Экономический агрофорум межрегиональный. В его работе участвуют эксперты с нескольких регионов страны. Основной вопрос, на который здесь ищут ответ, как сделать так, чтобы сельские территории развивались. Своим опытом делятся успешные сельские предприниматели. И все в один голос говорят, нужно строить больше дорог и создавать больше современных рабочих мест. Весной, осенью не проехать. Проблема есть. Вот на сегодняшний день у нас в деревне ФАП не работает. Вот я работаю с 2008 года руководителем хозяйства. Мы нарастили и продуктивность практически, и воловку в два раза. Вот за этот период школа, детский сад, ФАПы, культура, это все должно быть в шаговой доступности. Тогда деревня будет процветать, ну в плане того, что у него и точка роста большая. Одна из таких задач, это уровень заработной платы в сельское хозяйство. К сожалению, вот на сегодняшний день надо признать, что уровень зарплаты низкий. Конечно, это в первую очередь связано с ценами на сельхозтоваропроизводителей. Вот, допустим, по моему хозяйству на сегодняшний день, если в молоке стоит 23 рубля, а мы уже год назад сдавали 29 рублей. Без внимания власти переломить ситуацию у населения невозможно. Молодежь будет уезжать, если не предложить семьям комфортные условия для жизни и работы. Об этом шла речь и на деловом завтраке с главой Удмуртии. Новые механизмы поддержки села и молодых специалистов – это неплохо. Но государственные программы должны работать комплексно, уверен Александр Гречалов. С одной стороны, нужно поддерживать предприятия на селе, с другой – развивать и социальную сферу, строить школы, сады, коммуникации. Достаточно хорошую зарплату обеспечить – этого уже недостаточно. Люди хотят видеть вокруг себя некую обстановку, называется это качество жизни, такое же, как и по ту сторону экрана. Поэтому очень важно саккумулировать все программы, не только по поддержке АПК и сельхозтоваропроизводителей, но и программы, направленные на качество жизни, и качество жизни – это дороги, газификации. И комфортная городская среда надо саккумулировать и комплексно развивать территорию. Как раз всеми этими займется новая госпрограмма развития сельских территорий. Она уже принята и сейчас ведется ее разработкой, рассказал аграриям депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Такой концентрат программ по здравоохранению, медицине, образованию, поддержке предпринимательства и так далее и тому подобное. И если раньше это все было размазано по пяти-шести министерствам, это сейчас с концентрированием в одном министерстве сельского хозяйства, и есть реальная ответственность, кто за это будет отвечать. Это серьезный прорыв. Форум будет работать три дня. Своими лучшими практиками поделятся не только сами селяне, но и страховщики, предприниматели. У Удмуртии в плане развития территории перспективы есть. Одних только неиспользуемых земель. Сегодня 350 тысяч гектар. Роман Вагинов, Василий Хокриков. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова